МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал ИВИДНОЕ ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Валерий Венцель вручил медали, посвященные 90-летию муниципалитета сотрудникам ВИДНОВСКОЙ стоматологической поликлиники. Завершился первый этап соискания губернаторской премии «Наше Подмосковье». Что дальше ждет участников? В два раза сокращается количество победителей. Но призовой фонд остается тот же самый. Он все эти годы не меняется. Международный литературно-музыкальный фестиваль впервые состоялся в городе Видное. На него прибыли гости из Краснодарского края и Луганской народной республики. Делиться своим творчеством друг с другом – это уже огромное достижение для каждого из нас. В преддверии 90-летия Ленинского района продолжаются рабочие поездки руководством муниципалитета по основным предприятиям города Видное и района. На этот раз Валерий Венцель познакомился с коллективом и вручил медали отличившимся сотрудникам Видновской стоматологической поликлиники. Сюжет Екатерины Коваленко. Стремительно приближается 90-летний юбилей нашего родного Ленинского района. В преддверии этой знаменательной даты глава муниципалитета Валерий Венцель приехал в гости к коллективу врачей Видновской стоматологической поликлиники. Встречи по большей части направлены на то, чтобы в очередной раз, пользуясь случаем, поблагодарить всех вас за работу, за нашу совместную работу, за то, что вы на своем рабочем месте делаете все для того, чтобы в нашем муниципалитете было комфортно и жить, и получать определенные виды услуги. Традиционной частью таких визитов является чествование наиболее отличившихся работников. Всего памятные юбилейные медали в этот день вручили 24 врачам и медсестрам. Кстати, коллектив – главная гордость в Видновской стоматологии. Штат поликлиники насчитывает более 100 человек, из них – 58 докторов. И каждый из них ежедневно оттачивает свое мастерство, использует самые актуальные технологии, чтобы наши зубы были здоровыми. Мы делаем все самое современное. Это касается и зубопротезирования, это и виниры, и безметалловая керамика, и имплантологии, и лечения хорошими современными пломбами, лечения под анестезией. У нас стоят, в частности, рентгенология сделана таким образом, что снимки делаются в рентген-кабинете и сделана полностью видеоразводка по всем кабинетам. И значит, нет необходимости носить в руках снимки, их не потеряют и не повредят. А зубной врач в любой момент может увидеть нужный ему документ. Такая картотека в электронном виде в Видновской стоматологии уже 7 лет. Внимательно здесь относятся и к вопросу безопасности. На страже здоровья пациентов целых 5 автоклавов. Они с легкостью позволяют обслуживать более 10 тысяч человек. А именно столько людей каждый месяц приходит в Видновскую стоматологию за безупречными улыбками. Первый этап соискания губернаторской премии «Наше Подмосковье» завершился. Прием заявок окончен. Об участниках, их проектах и о том, что ждет их дальше, расскажет наш корреспондент Екатерина Борисова. Вот и завершился прием заявок на губернаторскую премию «Наше Подмосковье». В этом году жителям муниципалитета подготовили 160 проектов. Правда, эта цифра еще может увеличиться. Обработка поступивших проектов и выгрузка их на сайт премии продолжается. В этом году немножко побольше. В том году было 147 проектов. А вот члены инициативных групп, которые реализуют эти проекты, их в этом году набралось около тысячи человек. За семь лет проведения конкурса от Ленинского района было направлено более двух тысяч проектов. Его лауреатами за это время стали более 270 наших земляков. Призовой фонд составил около 21 миллиона рублей. Только в прошлом году премию получили 56 жителей муниципалитета. В 2019-м со всей Московской области премию получат всего тысячи участников. Поэтому конкуренция будет жесткой. В прошлом году 2018 победителей было определено. Вы понимаете, в два раза сокращается количество победителей. Но призовой фонд остается тот же самый. Он все эти годы не меняется. Поэтому тысячи проектов получат премию по 180 тысяч рублей. Более 80 победителей прошлого года – члены общественных организаций. Председатель Ленинского районного отделения общероссийской общественной организации «Дети войны» Владимир Безбожный три раза успешно участвовал в премии. Решил попытать счастье и на этот раз. Надеется на победу и руководитель проекта «Сильный духом, доброе сердцем» председатель Ленинской районной организации Всероссийского общества инвалидов Наталья Рящина. А член общественной палаты района, волонтер Ольга Вавилова, которая участвует в премии уже в четвертый раз, рассказала, что в проекте главное. Важно, возможно ли этот проект масштабировать и делиться с коллегами из других районов. Важно, насколько насыщена деятельность. То есть это не разовый какой-то проект, а действительно проект, который может развиваться из года в год. В этом году в премии «Наша Подмосковья» четыре номинации «Творческое и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Прорыв и экология». В категории «Творчество и духовное наследие» более 50 проектов стали участниками. «Волонтерство и благотворительность» номинации, она чуть немножко, на немножко отстает от предыдущей номинации. Более 40 участников. Среди участников этого года люди самых разных возрастов и профессий. Мы уже рассказывали вам о некоторых из них и продолжим знакомиться с искателями премии дальше. Следующий этап – презентация проектов. В нашем муниципалитете она традиционно пройдет в Дворце Спорта «Видное» 6 сентября с 10 до 18 часов. У каждого из участников на презентацию своего проекта будет не более трех минут. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Евгений Садовский, Витнет-ТВ. Летом детвора проводят на улице большое количество времени, а потому пропаганда правил дорожного движения в это время особенно актуальна. Тем более и повод подходящий день светофора, который празднуется во всем мире в начале августа. Наша съемочная группа побывала на праздники, посвященном этому важному дорожному прибору. Только виновник торжества светофор сделан из шариков. Все остальное – самое настоящее и детское кресло, и светоотражающие жилеты, и дорожные знаки. Как правило, сотрудники ГИБДД сами выступают с инициативой проведения подобных праздников в каких-либо учреждениях, но в этот раз их пригласило руководство торгового центра, что не может не радовать. Мы проводим мастер-класс на регулярной основе, и данный мастер-класс мы приурочили к дню светофору. Связались с местным ГИБДД, предложили им, они с удовольствием поддержали нашу инициативу. В праздники приняли участие дети от 3 до 8 лет. Многие из них, судя по ответам на каверзные вопросы, неплохо знают правила дорожного движения, а некоторые даже стихи посвящают светофору. Если свет зажегся красный, значит двигаться опасно. Желтый нас предупредит, а зеленый говорит, проходите, путь открыт. День светофора отмечается ежегодно 5 августа в честь установки первого такого прибора. Но для сотрудников ГИБДД это прежде всего повод еще раз повторить с ребятами правила дорожного движения. На многих перекрестках и пешеходных переходах именно светофор является главным устройством, регулирующим движение. Но что греха таить, часто его сигналы игнорируются. После такого веселого урока дети и сами получше запомнят его сигналы и родителям, если что, напомнят. Сами сотрудники отдела пропаганды признаются, работать на таких праздниках с одной стороны тяжело, с другой приятно. Чувствовать детские эмоции. Когда работаешь с детьми, халтурить нельзя, потому что ребенок он сразу же понимает и перестает на тебя обращать внимание. Поэтому нужно выкладываться на все сто, отдавая всю душу. С начала года в Ленинском районе произошло 7 ДТП с участием детей. Поэтому такие занятия также призваны обратить внимание родителей на безопасность маленьких участников дорожного движения. Это познавательно, интересно, весело. Детям очень нравится принимать участие в таких мероприятиях. И родителям тоже. Нам было весело и замечательно. Большое спасибо. Чем ближе начало учебного года, тем больше детей возвращается с отдыха в города. А значит, водителям стоит быть внимательнее. Максим Козлов, Александр Будников, Елена Кошелева. Видное ТВ. Международный литературно-музыкальный фестиваль впервые состоялся в городе Видное. Наш корреспондент Анастасия Воронина побывала на нем и познакомилась с творческой молодежью Краснодарского края и Луганской народной республики. Центральная библиотека города Видное стала некой творческой площадкой для встречи членов литературных объединений Ленинского района и городского округа Ступина с делегацией из Краснодарского края и Луганской народной республики. Мероприятие состоялось в рамках международного фестиваля «Пульс духовного единства». На протяжении многих лет Московская областная организация «Союза писателей России» поддерживает дружеские отношения с поэтами и прозаиками из разных стран мира. Именно поэтому в свое 20-летие появилась идея совместного литературно-музыкального фестиваля. «Название самого фестиваля «Пульс духовного единства» мы думали, как назвать, и все какие-то получались банальные, не такие названия. Это нам подарил наш руководитель, заслуженный работник культуры, председатель нашей подмосковной писательской организации Лев Константинович Котюков. Так родился и фестиваль «Пульс духовного единства», и книга с одноименным названием «Мы едины, русский мир един». И нас объединяет в том числе и прежде всего поэзия. Поэзия – это такая молитва сердца. В начале творческой встречи за большой вклад в культуру Ленинского района членам литературного объединения имени Филиппа Шкулева вручили юбилейные медали. А после хозяева фестиваля во главе с Алексеем Зименковым представили несколько своих книг. 700 страниц о тысячелетней истории Видновского края, 90-летней истории Ленинского района и 300-летней истории вот этого поселения, которое сначала было Видное, усадьба, затем дачный поселок, затем рабочий поселок и, наконец, город, славный город Видное. Особое внимание в этот день уделили поэту Евгению Зубову. Участникам фестиваля показали биографический фильм о Видновском Есенине. Евгений Зубов родился в деревне Несарова Ленинского района в семье Типокровского рабочего. Семья была большая и дружная. На творческой встрече прозвучало много личных стихотворений. Наталья Власова поделилась со слушателями одним из самых своих любимых. Гимный свет под куполом струился, хор о вечной радости вещал. Не карал Господь и не сердился, а прощал, прощал, прощал. Представители от Луганской народной республики и Краснодарского края тоже не остались в стороне. Они не только читали поэтические строки, но и пели песни собственного сочинения. Мы объединены одной целью, одной мечтой, одним желанием творить и передавать, делиться своим творчеством друг с другом. Это уже огромное достижение для каждого из нас. И мы, я думаю, что на этом точно не будем останавливаться. У нас еще все у всех впереди. Артем Аргунов, как и все люди творчества, не сидит на месте. Он живет в искусстве, развивается и воплощает новые идеи. Сейчас у нас аудиожурнал выходит ежеквартальный, одноименный. Выходят музыкальные сборники. Пытаемся потихонечку аудиокниги озвучивать. Два фестиваля в городе. Радиопрограммы записываем. Книжный клуб функционирует. В завершении творческой встречи участники литературных объединений поделились друг с другом теплыми впечатлениями и обменялись памятными подарками. Анастасия Воронина, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.